Что же происходит внутри нас? Оказывается, мы не болеем и не стареем. Это делают наши клетки. Они состоят из множества молекул. Когда эти молекулы стабильны, клетки воспроизводятся, сохраняя организм молодым и свободным от болезней. Стабильность молекулы определяют спаренные электроны. Однако в клетках постоянно присутствуют и другие молекулы, у которых не хватает одного электрона. И они ведут себя весьма агрессивно. Это свободные радикалы. Они взаимодействуют с другими молекулами, забирая у них электрон, чтобы вернуть себе стабильность. Когда молекула теряет электрон, она сама становится свободным радикалом. Цепная реакция запущена. При нормальной жизнедеятельности организм сам справляется с данным процессом. Однако под воздействием негативных факторов внешней среды и вредных привычек количество свободных радикалов возрастает сверх меры. Эти агрессоры видоизменяют и разрушают клетки. Клетки, которые умирают, и клетки, которые воспроизводятся в поврежденном состоянии, являются причиной патологий нервной и иммунной систем, сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Вот как это происходит. Под воздействием свободных радикалов жиры, которые находятся в организме, окисляются, становясь липкими и прикрепляются к стенкам сосудов. Образовавшийся тромб блокирует поток крови, что приводит к сердечному приступу или к удару.